Всем привет, друзья! Сегодня узнаем несколько полезных сочетаний устойчивых выражений идиом, в состав которых входят инструменты. Молоток, дрель, гвозди и так далее. К сожалению, сковоречник мы вас не научим делать, но немножко потянем ваши разговорные английские. Готовы? Тогда начинаем! Я Лера, вы смотрите канал Puzzle English. Для начала давайте вообще вспомним, как звучат инструменты по-английски. Итак, инструменты, то, что мы называем молотком, гвоздями, дрелью и вот это вот все, называется словом tool. Tool это инструмент. Если вы хотите назвать свой набор инструментов, то используйте слово toolkit. Toolkit это набор инструментов. Так вот, что же в него входит? Ну, во-первых, молоток, hammer, гвозди, nails, дрель, drill, что там еще может быть? Топор, hatchet. И, допустим, отвертка, screwdriver. Во всех выражениях, которые мы сегодня будем разбирать, будут так или иначе фигурировать эти слова. Но напоминаю, что идиомы, да, это выражения, которые, как правило, не переводят дословно. Они имеют метафорический переносный смысл. И, соответственно, они могут переводиться либо аналогичной идиомой фразеологизмом в русском языке, ну, либо просто переводиться через идею, то есть то, что именно имеется в виду. Итак, начнем. Поэтому нашей первой идиомой будет такое выражение, как not the sharpest tool in the box. Not the sharpest tool in the box так называют человека, который недалекий, он не блещет умом, так скажем, не довольно-таки глуповатый человек. Конечно, это не прямое унижение, так скажем, вы не называете человека тупым и прям вообще очень все плохо. Нет, это такое, конечно, иносказание, тем не менее, это выражение может быть довольно обидным, поэтому, да, используйте его как бы уместно. Тем не менее, это выражение довольно часто встречается в английском языке, у него даже есть несколько вариантов. Помимо вот этого вот box, да, есть также еще сочетание not the sharpest tool in the toolkit или not the sharpest tool in the shed. Shed это такая небольшая постройка хозяйственная, то, что у нас обычно называется сараем. И иногда это может быть гараж, да, это то, где хранится инвентарь и, вот, возможно, инструменты какие-либо рабочие. Также другой есть вариант этой идиомы, по смыслу то же самое, но другая немножко форма. Not the sharpest knife in the drawer, да, по сути, не самый острый нож в ящике. Вот давайте послушаем пару примеров, чтобы лучше запомнить эти выражения. Forgive this boy, he means well, he's just not the sharpest tool in the shed, but hear me out. And I know he's not the sharpest knife in the drawer, but he's sensitive, Michael. Следующее выражение довольно легко запомнить, потому что в русском языке у нас есть аналог зарыть топор войны. По-английски это будет звучать как bury the hatchet. Но опять же, конечно, никто не роет яму, не кладет туда топор, а не его не зарывает. Речь о фигуральном значении зарыть топор войны, то есть перестать ссориться, помириться, примириться, быть, стать снова друзьями. Так вот, слушаем пример, потому что контекст нам, как всегда, очень важен. К тому же мы тренируем наш слух. Со словом drill, да, которое буквально переводится как дрель, есть одно очень полезное и часто используемое сочетание, как know the drill. Know the drill означает, что вы знакомы с процедурой, вы знаете, как что-то работает, потому что, ну, допустим, делайте это регулярно, вам это очень хорошо знакомо. Так вот, послушайте следующий пример, в котором девушка интересуется у парня, знает ли он процедуру, знает ли он, как вот что-то бывает. Слушаем пример. А вот слово nail довольно плодовитое на всякого рода устойчивое сочетание и идиомы. Ну, во-первых, nail вы можете использовать как глагол, чтобы сказать, что вы с чем-то просто отлично справились, или также вы можете похвалить своего собеседника, сказать, что он просто огромный молодец, у него очень классно все получилось. Как в следующем примере. Но стоит добавить слово down к этому глаголу, как у вас получится nail something down, выражение, которое означает, что вы четко с чем-то определились, вы очень четко что-то решили. Как в следующем примере. Еще два выражения со словом nail, очень похожи по форме и, в принципе, по значению, но немножко используются по-разному. Первое, be as tough as nail, означает, что кто-то независимый, независимым характером обладает, не показывает никаких слабостей. А вот выражение be as hard as nails означает, что кто-то ничего не боится, бесстрашен, то есть он не показывает своих слабостей в плане страха. В принципе, выражения, как я уже сказала, довольно близки. Также отмечу, что первое as мы не зря поставили в скобки, потому что очень часто оно просто опускается. Вот, вы можете встретить эту форму выражения как с первым as, так и без него. Следующее слово, это слово hammer, и с ним у нас есть потрясающий фразовый глагол, который точно всем пригодится. Это hammer away at something, который обозначает, вкалывать, очень усердно работать над чем-то. Например, Следующее наше слово, это слово screwdriver, отвертка. Здесь уже несложным анализом можно догадаться, что screwdriver состоит из двух основ. Screw это вкручивать, да, вообще это может быть и глаголом. Ну, driver это вот эта ручка. Да, и вместе получается у нас screwdriver, отвертка. Так вот, слово screw может использоваться как глагол. У него очень много всяких выражений фигуральных, но они, кстати, довольно неформальные. Их нужно использовать аккуратно. Ну, например, такой фразовый глагол, как screw up. Screw up, это не справиться с чем-то, говоря простым языком, облажаться. Как в следующем примере. И последнее выражение с глаголом screw, это be screwed. Be screwed означает иметь серьезные проблемы. Да, и, соответственно, так оно и используется. Слушаем пример. Вот и все. На этом наш урок подошел к концу. Как всегда, на нашем сайте вас ждет упражнение, в котором вы сможете посмотреть, как эти слова используются в контексте и, конечно, пособирать фразы самостоятельно. А я желаю вам успехов в изучении английского языка. До встречи в новых уроках на Puzzle English. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok